на ремонте skoda octavia tour 2007 года это дизель двигатель 1.9 tdi agr самый простой ну и как видите он в принципе по чистоте никто его не моет крышку я верхнюю снял кстати просто три гайки откручиваете и она снимается лучше ее не снимать ездить лучше вместе с крышкой причин несколько например когда у нее вот здесь крепление для щупа если вы заведете двигатель без крышки то видно как вот постоянно делает вот такие движения прямо видно что она вот так вот колеблется все время и у меня вот там треснула обломалась пришлось менять поэтому если не хотите чтоб она обломалась она же пластиковая она держит но со временем все равно поломается но ремонт будет состоять чем смотрите он более-менее чистый везде кроме вот здесь в этом месте пропускает прокладка вакуумного насоса я его снимал и потом ставил на герметик я думаю что на виктор рейнс высокотемпературный черный и вот он протекает постоянно сопливит почему разбирал потому что здесь есть слабое место ставил вот здесь штуцер металлический по моему не помню он вклеивается в корпус не вклеивается он обжимается на заводе и вот тут разрушается край и начинает просасывать здесь вакуум поэтому у меня есть видео на канале где я вытаскивал правильно ставил на клей потому что можно ставить правильно можно не можно просто сверху тут мазать это неправильно как правильно есть видео на канале но потом когда я поставил смотрите постоянно сопливость и вот она стекает туда вниз и вот здесь двигатель постоянно сопливый в том числе и немножко вот на эту сторону переходит но не сильно но так значит что я хочу поставить на нормальный герметик то есть я откручу тандемный насос и поставлю на нормальный герметик герметик буду использовать пермабонд а 136 почему пермабонд ну во первых это крутая фирма во вторых ну как бы одна из крутых во вторых это анаэробный герметик значит что это значит это значит что он в чем преимущество это значит что он застынет только в том месте где он попал в зазор между двумя металлами если не попал в зазор сейчас попытаюсь показать вам смотрите вот это я специально сделал тест чтобы показать вам здесь был это я приклеил между сталью и алюминием специально взял два металла и вот если вы обратите внимание значит вот это вот место пятно контакта на но там где она вышла из зоны контакта он так и не застыл тут оно такое твердое даже не как резина а больше но он разный по действию допустим вот этот а 136 здесь написано что не более 0 5 миллиметров зазор должен быть между двумя металлами они разные поэтому подбирайте там по по номерам как какой вам подходит у меня здесь плотное соединение это у меня это подойдет мне это подойдет здесь между двумя алюминиевыми корпусами будет с алюминием он застывает немножко дольше по инструкции чем в составе но все равно застынет но только там где есть контакт где он попадает в зазор там где он вышел за пределы просто выдавилось он так и не застынет почему это хорошо это потому что когда вы будете прижимать какая-то часть выйдет наружу ну и тут оно не так важно вы его можете смыть он не застынет и это как бы эстетически но это ерунда а вот когда он часть когда вы будете прижимать он часть продавится внутрь и там застынет и потом его чем-то потом отломается и пойдет по системе и масляной хорошо хорошо если он там где-то ну в любом случае на сеточке останется забьет сеточку но вот эту приемную в масляный насос которая в картере ну или где-нибудь зависнет ну то есть а тут он точно видите он так и не застынет он так и не застынет и не причинит никакого вреда то есть и по по твердости вот он не такой как на как резина знаете я как сложно объяснить какой он наверное он ближе к знаете по плотности к полиэтилену типа типа пластика мягкого пластика еще не пластик но уже точно не резина такая что-то твердое поэтому из-за этого в чем преимущество из-за этого он не не даст усадку он твердый вот резиновый если вы зажали резина потом все равно может дать усадку и начнет сопливить как вот здесь а этот твердый в прямом смысле твердый усадку не даст поэтому ну вот такая ситуация что нужно делать что я сделаю сначала да ну если хотите будет ссылка на этот а 136 в описании там видео внизу сначала я хочу просто немножко промыть чтобы при разборке потом ничего не во внутрь не попал потом при разборке еще домой будет лучший доступ ну предварительно возьмем сейчас тряпочку кисточку и солярочкой сюда подоткну тряпку и там солярочкой немножко кисточкой подмою все что будет стекать на тряпку чтобы она туда вниз не стекала но это я уже снимать не буду начну откручивать и все покажу таки немного протер по откручивание тут можно в двух местах торцевыми а снизу не влазит торцевой из-за вот этого блока с нагревательными элементами не знаю нужно ли будет их снимать уже не помню возможно я с откинул сами провода кстати их нужно будет проверить они работают или нет просто прозвони но сейчас я откручиваю вот тут снизу даже пришлось немножко подпилить торцевой ключ торцевой неудобно короче только чтобы торцевым откручивать только вот эту полностью вместе с крепежом надо снимать но там жидкость охлаждающая не хочется поэтому пока вот пошло туго но это уже у кого как закручивать у меня закручено я закручивал закручивал туго как оказалось ну просто накидной кривой и когда начинаешь сильно крутить его немножко выворачивает вот так немножко начинает сползать причем он какой-то немножко старый может быть уже даже сработан ну все как бы на этом как бы все я откручиваю теперь дальше или вручную или торцевым ключом уже подлезу с гибкой вставкой ну а внизу только вручную торцевой ключ не влазит вниз ну а тут и так у меня в принципе так не не сложно единственное что на что я хотел обратить внимание там когда будете снимать запомните положение планки соединительная там такая планка вставляется она так вставится а так по-моему не вставится короче там не перепутаете она по-другому не влезет но это не принципиально то есть крутить ее в принципе можно нету такого что должно попасть по меткам главное чтоб встала там крутнете на один оборот на два на три без разницы здесь понятно главное чтобы она без проблем зашло в соединение я отключу и потом продолжим так что же дальше отщелкну отодвину я значит у вас должно быть легко у меня было немножко сложнее почему потому что я потому что ну тут он уж на резинке на резиновом кольце держится на прокладке резиновой и я привык подстраховываться и прокладку ставить дополнительно еще на герметик то есть вы можете просто поставить новую прокладку резиновую и обжать и все это ваш выбор и это как бы правильно так производитель рекомендует но я люблю с обоих сторон еще поставить на герметик для больше для большей уверенности объясню почему потому что таким образом герметик он вклеивается резинка просто придавливается и она со временем усыхает со временем теряет эластичность оклеишь он вклеивается прямо насмерть кто-то скажет если вы думаете по-другому напишите в комментариях но в комментариях не пишите что раз производитель не не предусмотрел значит это неправильно он знает что делает никто не сомневается что производитель знает что делает но вы зря думаете что производитель своими знаниями пользуется в ваших интересах вот для примера приведу ну крайний такой случай постоянный я не занимаюсь профессионально ремонтом автомобилей это мой личный автомобиль я профессионально занимаюсь ремонтом бытовой техники холодильников электроинструментов и приведу вам пример с ремонтом холодильника я с детства с юношества знаю что есть несовместимые металлы которые нельзя друг с другом соединять медь и алюминий и думаете это производитель не но может быть вы не знаете может быть вам америку открою но на самом деле в большинстве случаев ремонт холодильников заложен при производстве почему потому что испарители ну то есть те теплообменники которые внутри холодильника стоят которые дают тепло не алюминиевая трубки например капиллярная трубка которая к этому испаритель ведет она медная все бы ничего там есть переходники корректные но производитель специально накручивает трубку медную вокруг алюминиевой вот эту капиллярную и потом вдоль прокладывает эту капиллярную трубку медную вдоль алюминиевой до самого испарителя некоторые производители еще и вот эту вот вдоль линию обжимают термоусадкой так что медь прямо вжимается в алюминию и вот в этом месте всегда дырки уходят в ремонт всегда заложено то есть производитель закладывает утечку через некоторое время поэтому вы думаете он это не знает там нормальные инженера но они намерены это делать поэтому не думайте что знающие люди пользуются своими знамениями у ваших интересах это к слову остальные причины приводите почему вы считаете что не стоит наносить герметик на резиновые соединения я считаю стоит у вас другое мнение очень уважаю очень уважаю человек со своим мнением достойный человек ну только вы его как-то оформите напишите я считаю потому что все комментарии которые используют не цензурные слова я не пропускаю поэтому их все равно никто не прочитает не используйте я и сам не пользуюсь и вдруг этим сайтом пользуются женщины дети подростки может не дети подростки и надо учить плохому современную молодежь они так знают я не знаю но пусть это не от меня исходит я не хочу чтобы это исходило от меня с одной стороны тоненьким слоем он все выдавится тоненьким лишь бы было оно лишнее тут зазора практически не будет он вдавится и сверху предварительно я обезжирил я обезжирил сальвентом можете там любым растворителем я сальвентом это сделал я часто пользуюсь там 646 647 растворителем но тут у меня под рукой оказался именно сальвент я использовал сальвент тоже неплохой все нам намазываю тонким слоем прикладываю и все весь ремонт как я уже говорил очень хорошо что все лишнее точно не засорит систему и это мне нравится в таком анаэробном герметике в этой фильме есть большой спектр там много чего и у меня на канале некоторые видео с использованием химитом клей для стекла например так теперь ставим на место и закручиваем собственно все насколько возможно видите я даже ничего не откручивал я имею ввиду вышла из зазора без откручивания потому что это целое дело на сливать этот не захотел я сливать охлаждающую жидкость сразу чтобы попасть я и не юзать туда-сюда я направляющие 2 болта чуть-чуть направил чуть-чуть направил теперь он не будет туда-сюда ерзаться станет сразу на место не угадал угадал за шлоп зацепил но там же планка которая должна попасть я нас сразу попала если вставлять без болтов то вы начнете туда-сюда двигать чик чик пунк пунк и сотрется герметик что важно что он застывает там в течение какого-то времени оставьте на сутки полное застывание тем более здесь он же должен попасть в зазор между двумя металлами но там если это зазор есть а тут же резина она прямо на там зазора практически не будет и она застынет и в этом состоянии потому что микронные зазоры вдавит его прямо вот и все видео весь ремонт конечно вы и в другом месте можете точно также использовать вот такие специфические герметики не тот который там в автомагазине можно купить виктор рейнс просто обыкновенно силиконовый это так называемый акриловый герметик повторяйте подписывайтесь на канал если вы делаете по-другому опишите чтобы что вы делаете по-другому мне интересно думаю другим подписчикам тоже будет интересно мира вам